Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским футболом. И сосредоточимся на защитнике «Спартака» Николае Рассказове, который может сменить клубную прописку уже в ближайшее время. Сейчас появились слухи о том, что им интересуются «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо». Вот такой вот серьезный список претендентов. И, разумеется, мне захотелось высказать свое мнение, проанализировать эту ситуацию и попытаться понять, почему этот игрок может покинуть «Спартак», почему «Краснобелые» не видят в нем дальнейших перспектив каких-то для развития. И главное, зачем Рассказов «Динамо», «Краснодару» и «Локомотиву»? Почему им так серьезно интересуются данные коллективы? Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал «Пегасбет», в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что, не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Ну и давайте начнем со «Спартака». В принципе, Рассказов мог покинуть команду еще по ходу прошлого сезона. Причем были очень интересные слухи про немецкую Бундеслигу, которую дальше уже подтвердил сам футболист, что он мог оказаться в немецком чемпионате. И хотелось бы отметить, что, в принципе, его отношения с Тедеско, они складываются как-то очень сложно. Первоначально немецкий тренер вообще не видел даже в упор этого футболиста. И Рассказова не использовались справа в обороне. Там играл Зобнин. Потом Николай постепенно все-таки начал пробиваться в основу. И, казалось бы, ситуация налаживается. Но вот старт нового чемпионата. И вновь правым защитником-правым латералем играет Роман Зобнин. Поэтому здесь, конечно, для Рассказова, как для достаточно молодого футболиста, ситуация складывается очень неприятная. Ему 22 года. Ему нужно сейчас пробиваться стабильно в основу. Ему нужно бороться за место в сборной России. Развиваться. Доказывать. Показывать себя. В общем, сейчас самое время для того, чтобы раскрыться. Однако он, скорее всего, будет игроком ротации. Поэтому, конечно же, он недоволен таким положением дел. И, конечно же, это положение может ухудшиться, если Спартак подпишет того же самого бразильцу Гуга, который вроде как близок к переезду. Или, например, француза Лала. Там очень много слухов о том, что Спартак ищет новых правых защитников. Да и если они не придут, скорее всего, судя по тому, что сейчас мы видим, ТДСКУ будет использовать на правом фланге именно Романа Зобнина. Рома там чувствует себя очень неплохо. А в центре поля есть альтернативные варианты. К тому же, Спартак вроде как может подписать сюда новых исполнителей. Таким образом, стартовый состав будет просто недостижимой целью для Рассказова. И он будет получать какие-то копейки в плане игрового времени. Появляться на считанные минуты, либо в случае каких-то травм и других проблем. При этом хотелось бы отметить, что к самому Рассказову есть определенные претензии. В прошлом сезоне он показал достаточно средний футбол. И если ориентироваться, например, на статистику, то Хусхорт, сайт, который подсчитывает все технико-тактические действия, оценил Рассказова всего лишь 16-м футболистам в красно-белом клубе по статистической эффективности. Знаете, очень показательный момент, что Ширли получил более высокий балл, чем Рассказов за прошлый сезон. И хотелось бы отметить, что Рассказов в целом действительно провел невыдающийся год, были у него откровенно слабые матчи, и при этом хотелось бы отметить, что речь идет именно о футбольной статистике. То есть этот сайт, Хусхорт, он подсчитывает только передачи, успешные и неуспешные обводки, навесы и все остальное. Но ведь главная проблема Рассказова не в этом. Главная проблема – это его постоянные позиционные ошибки. Он плох именно в защите, в плане того, что теряет свою зону, не успевает вернуться в нужный момент. А это невозможно подсчитать статистически. Вот такие ошибки, косяки, тактические огрехи, они не поддаются исчислению. Поэтому здесь мало того, что у него статистика плохая за прошлый сезон, он еще и стабильно привозит моменты, стабильно ошибается в выборе зоны, в выборе позиции. А это главный его нюанс, главный его недостаток. Поэтому здесь к Рассказу, конечно, есть претензии. И вообще у меня ощущение, что за последний год с небольшим он как-то остановился в развитии. Вот поначалу действительно Николай показывал серьезные перспективы, было приятно смотреть на очередного молодого крайнего защитника Спартака, а потом с ним произошло то же самое, что с остальными. Вот это в Спартаке какое-то проклятие. Там периодически появляются перспективные футболисты, причем российские, на флангах защиты. Однако дальше с ними что-то происходит. Шишкин здорово начал, дальше застопорился в развитии. И, кстати, что характерно, дальше неплохо выступал за другие российские команды. Тот же самый Кудряшов, например, начал, там периодически появлялся в составе, но раскрылся в других коллективах. В Спартаке так и не сделал шага вперед. Вот теперь Рассказов тот же самый. Паршевлюк в Спартаке неплохо начинал, стал капитаном, а дальше травмы. Вот какая-то проклятая позиция, по-моему, в Спартаке, это крайние футболисты обороны. Даже страшно становится, что Зобнин перешел в эту зону. Мало ли что с ним случится, не дай бог, конечно. В общем, Рассказов — это игрок, которого сейчас сложно назвать основным. И ведущим для Спартака красно-белый, в принципе, могут с ним расстаться при определенных раскладах. Если они купят нового правого защитника, основного, то Рассказов они могут сразу на следующий день просто продавать в другую команду. И при этом хотелось бы отметить, что Спартак, если хочет расстаться с Николаем, лучше делать это именно сейчас. У него контракт до 2021 года, поэтому через сезон он уйдет просто бесплатно. А сейчас, судя по всему, переговоры идут о трансфере за 4 миллиона. Серьезные деньги, учитывая то, что у него истекающий контракт. С другой стороны, это, возможно, определенные интриги и игры со стороны футбольного агента, который, возможно, выбивает новый контракт у московского Спартака. Здесь уж посмотрим, как в итоге решится ситуация, но на данный момент обстановка именно такова. Идут слухи, идут сообщения о переговорах, и вроде как он может перейти в «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». Ну и давайте разберемся в этих командах. Зачем им Рассказов и насколько Николай подойдет этим командам? Касательно «Краснодара», ну, в принципе, у них вроде как неплохо закрыть теперь правый фланг. Есть Петров, подписали они Смольникова, но... И Петров и Смольников – это футболисты возрастные. Рассказов 22 года. Поэтому здесь перспективы, конечно, у Николая посерьезнее. Петров еще несколько сезонов отыграет на высоком уровне. А вот Смольников уже в «Зените» пошел на спад. Поэтому он игрок, скажем так, для подмены и, скорее всего, на ближайшее будущее. И если у «Краснодара» в дубле нету перспективных игроков на эту позицию, то, возможно, и есть смысл подписать Рассказово. Ну и, в конце концов, хотелось бы напомнить, что в прошлом сезоне именно на этой позиции у «Быков» в определенный момент возникли серьезные неприятности. Помните, когда там появился центральный хавбек Черников, помню, если не ошибаюсь, его фамилия на правом фланге обороны. В общем, здесь новый правый защитник может пригодиться, тем более в условиях нового лимита на легионеров. И хотелось бы отметить, что, в принципе, под стилистику «Краснодара» рассказов может подойти. Потому что «Быки» все-таки исповедуют наступательный футбол, пытаются играть в комбинации. И это примерно та же самая стилистика, которую исторически проповедует московский «Спартак». Поэтому здесь, скажем так, тактическая совместимость футболиста и нового клуба достаточно высока. Касательно «Локомотива». У них сейчас ситуация не совсем понятная с правым флангом. Последнее время Николич использует на данной позиции живоглядово. И хотелось бы отметить, что сам по себе он тоже является достаточно перспективным игроком. Вызывался в молодежные сборные страны. Из Уфы его купили за достаточно серьезные деньги. И, возможно, он на этой позиции сможет прибавить в «Локомотиве». И, возможно, в этом сезоне он под руководством Николича, получая стабильные игровые минуты, и раскроется. Однако далеко не факт. Мы пока что не знаем, как живоглядов покажет себя на протяжении длительного сезона в большой команде. А «Локомотив» все-таки является топовым клубом. В отличие от Уфы, где ранее выступал этот игрок. Ну и, конечно же, в этих условиях, возможно, «Локомотив» захочет подстраховаться и купить еще одного права защитника. Вы, конечно, меня спросите, а как же Игнатьев? Вот, казалось бы, основной футболист по прошлому сезону. Но мы должны понимать, что в отличие от живоглядово и Рассказово, Игнатьев все-таки возрастной игрок. Это во-первых. Во-вторых, он универсал, который может быть использован и на других позициях. И слева в защите, например, в качестве подмены для Рыбуса, и, что очень важно, в качестве российской подмены для матча Рыбуса. Потому что здесь, в условиях того, что Лысов никак не восстановится от своих травм и никак не наберет форму, альтернатив для Рыбуса на левом фланге особо не просматривается. И вот, пожалуйста, Игнатьев. Во-вторых, Влада вообще можно перевести на фланг полузащиты. И чисто теоретически эта позиция даже лучше ему подойдет. Почему? Ну, потому что на фланге обороны, если Игнатьева пройдут на скорости, это огромная проблема. И за этим может проследовать пропущенный мяч. Из-за вот такого нюанса. Из-за того, что Игнатьев за кем-то может не угнаться. А на фланге полузащиты это не так критично. Поэтому, возможно, Игнатьев постепенно вернется на край полузащиты. В качестве игрока, которого будут выпускать на какие-то отдельно взятые важные матчи, на какие-то отдельно взятые отрезки игры, для того, чтобы он привнес своего опыта, своего мастерства и так далее. То есть Игнатьев может превратиться в Жаркова. Потому что, обратите внимание, «Зенит» в последнее время Юрия Жаркова также перевел из защиты в среднюю линию. Потому что на фланге обороны ветеран может не досмотреть где-то там, не успеть в плане скорости, не угнаться за молодым вингером соперника. И это будет катастрофа. А вот в атаке на 30-20 минут в концовке встречи и Жарков, и Игнатьев могут быть очень полезны. Поэтому, на мой взгляд, логика локомотива может быть вот такой. Ну а касательно «Динамо», у них вообще правый фланг – это проблемная позиция. Я вот сказал, что «Рассказов» как-то застоялся в развитии и перестал прогрессировать. Но если говорить о «Динамовце» Морозове, то он перестал прогрессировать уже черт знает когда. И с тех самых пор он остается вечно молодым и перспективным. И, как мне кажется, сейчас уже надеяться на какое-то развитие от этого футболиста не стоит. Все-таки возраст уже не тот. А что касается основного правого защитника Паршевлюка, ну окей, он неплох, он может быть достаточно хорош, когда не травмирован. Однако мы знаем, что Сергей, увы, очень часто получает повреждения. И, кстати, он тоже не молод, 31 год. Поэтому здесь правый защитник новый мог бы пригодиться «Динамо». Да, у них есть универсалы, есть игроки, которые могли бы здесь сыграть по необходимости. Но вообще, по-хорошему говоря, нужно искать реальные альтернативы на длительную перспективу вперед. И вот, пожалуйста, «Рассказов». Теоретически связка Скопинцев слева, «Рассказов» справа выглядит неплохо. И в будущем оба могут правиться в ту же самую сборную России. Оба молоды, оба нацелены на атаку, оба достаточно скоростные и темповые. Поэтому здесь «Динамовский футбол» классический. Знаете, такой традиционный, еще с советских времен сохранился такой штамп, что «Динамовский футбол» — это скорость, мобильность, атака, все остальное. Вот здесь под подобную стилистику и «Рассказов» из «Копинцев» неплохо подходит. Поэтому, в принципе, может быть для «Динамо» это тоже решение их проблем. В общем, поживем, увидим. Пока что мое мнение таково, «Спартак» реально может расстаться с «Рассказовом». Эти команды действительно могут быть заинтересованы в подписании Николая. Но все это может оказаться просто игрой агента для того, чтобы «Спартак» выдал новый контракт. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.